Здравствуйте, Севиле. О чем сегодня будем с вами говорить? Сегодня мы будем с вами говорить об очень интересном способе словообразования. И оно называется словостижение. Я даже не уверен, что в русском языке есть такое слово, словостижение. Я тоже впервые слышу. Хотя мы с Кристиной, в общем-то, занимаемся языком, чего уж там там есть. Итак, что такое словостижение? Словостижение это такой способ словообразования, когда мы берем два слова и делаем из него одно слово. Берем главные корни, либо начало слова, либо, например, даже конец слова и образуем новое слово. Этот термин ввел Льюис Кэрролл в своем произведении «Алиса в стране чудес». Таким образом, мы можем наблюдать очень-очень много слов не только в английском, но и в других языках, и в русском в том числе. Я предлагаю вам начать с тех слов, которые я для вас приготовила. Подумать, что они из себя представляют в оригинале. Какие же слова? Два слова образовали. Одно. Первое. Прочитайте. И террорист. Правильно, да. Что получается? Эрорист. Эрорист. Кто это? Это человек, который специально делает ошибки и всех этим бесит. Хорошо, а теперь на английском. Это человек, который делает ошибки. Поехали. Это человек, который делает ошибки. Именно в смсках. А, именно в смс. Да, в печатном тексте, в смсках постоянные ошибки. И мы называем этого человека эрорист. Но это, получается, вот этот язык-то был популярен. Медвед и прочие все, нарочитое, когда сделана ошибка. Эрористический язык, можно его так назвать. Нет, на самом деле, нет, это не к этому относится. Это действительно человек, который постоянно делает ошибки. То есть, не специально. То есть, слово молоко он пишет со всеми «а». Например, да. Мы до этого дойдем. Хорошо. Дальше. Next one. Destination. 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 Это очень легко. Как вы думаете, произошло это слово? Destination? Destination. Destination. Destination и Amnesia. Amnesia. Это очень классно. Поехал отдыхать, забыл куда. Да. Правильно. Или забыл зачем. Или забыл зачем. Или поехал на работу, бац, оказался в другом месте. Да, Кристина? Я тут недавно эфир пропустил. Ну, было дело. Поехал на работу, а оказался почему-то не на работе. Оказался в пробке. А теперь знаю, как это называется. Destinesia. 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 Прекрасно. А я по-латыни читаю. Мы же латынь учили в медицинском. Так, следующее слово. Следующее, Кристина. Nonversation. Nonversation. Как думаете, от каких слов произошло? Вот если бы я увидел его просто так, без подсказок, я бы подумал, что это выглядит примерно вот так вот. Ну, то есть не разговаривать с человеком. Conversation, but non, non, no. Хорошо. Но тут что-то другое. Здесь что-то другое. Как переведете, Кристина? How do you say nonsense? Нонсенс. Да. Бред. Чепуха. Чепуха. Бессмыслица. Бессмыслица, бред, чепуха. Давай человека болтают ни о чем. Это называется nonversation. Некоторые считают, что вся работа ведущих в этом и заключается. Но особенно, знаешь, радиоведущих, потому что мне часто об этом говорят. Я работаю на радио, и мне говорят, да ладно, там все просто. Сидишь два часа, просто так болтаешь ни о чем. Ни о чем. А вот нет. А вы попробуйте, друзья. Да, попробуйте. Двигай дальше. Это очень сложно, да. Следующее. Selfish. 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 Смотрите, здесь есть картинка. Как вы думаете, о чем она говорит? Селфи? Это человек, который пристрастился к телефону, наверное, нет? Нет. Ага. Неправильно. Это телефон, а это человек очень эгоистичный. Так, а селфиш это не эгоистичный человек? Через S когда пишется. Смотрите, сел это телефон сотовый, а селфиш это эгоистичный. И вот они два слова объединились друг с другом. Получается, тот человек, который постоянно болтает на телефоне и не обращает внимания на других. Почти. Ты был близок. То есть такой телефонный эгоист. Телефонный эгоист. У меня раньше, когда не было сотовых телефонов, я занимал часа на полтора телефонов. Был пейджер. Ну пейджер это еще знаешь. Я занимал часа на полтора и был реально вот телефонным эгоистом. Хорошо? Домашний телефон? Да, домашний был телефон. Так. Как переведете? Как думаете? Что это за картинка? Попробуйте догадаться по картинке. Я тоже не знаю. Там написано hello, how are you? Да. Это смс. Привет, как дела? А здесь человек? А здесь отвечает. Ну он же грустный. Смотри, он грустный, правильно. Почему он грустный? Он не получает того ответа. Ожидающий текста, ожидающий ответа. Да. Вот это состояние, когда ты кому-нибудь пишешь, он тебе два дня не отвечает и думаешь… Окей. Следующее слово. Хорошо. Следующее. Давайте переводим. Юниверс. Юниверс. Только пишется по-другому, а произносится, наверное, почти что так же. То же самое. Да. Два слова you and universe. Как думаете? Как переведете? Человек вселенная, гражданин мира. Юниверс. Да. Это ты, а это человек очень сконцентрирован на себе. То есть он думает о себе, только говорит о себе, знает все о себе. А в другом мире он ничего не знает. То есть у него вселенная только он. Следующее. Мы тут что-то не видим. Unkeyboardination. Unkeyboardination. Это как раз таки тот человек и вот это существительное характеризует человека, который постоянно делает ошибки. То же самое, что errorist. Да, смотрите, это связано с смс-ками, а это связано от слова keyboard. Keyboard – это клавиатура. Клавиатура именно на компьютере, на стационарном. То есть я правильно понимаю, что errorist мы относим только к смс-с общениям. К смс-кам, да. Мы относим уже к печатному тексту, который мы печатаем на компьютере. Дай-ка я задам вопрос Севеле, а то она нас мучает. Who sale? Я вспомнил слово, образованное из двух. Who sale? Как переводится? Who sale? Who – это кто? Sale – это моряк. Who sale? Я не знаю. Я это вижу в магазинах. Who sale? Кто продает? Кто продает? Я не знаю. То есть это пишется примерно вот так, правильно? Who – как кто? Who – как кто? Да, 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 да. В общем… sell – это продавать. Sale – это продажа. Who sale? Да. В Севеле, я думаю, что в следующий понедельник мы встретимся с вами, мы или кто-нибудь другой, это будет вам домашнее задание. Прекрасно. Мне это нравится. Подколоть Севеле, выкрутилась она как хотелось, да, нашла она это слово, на самом деле я там сделал ошибку, а не Севеле. Вот, расскажите нам, пожалуйста. Севеле, расскажите, что это за слово, которое видел Дмитрий? Вот, Дмитрий, вы сказали, что вы серфили на сайтах, да, онлайн, и сказали, вот вы видели это слово именно на сайтах, и я подумала, вспоминая, когда я приобретала что-то на сайтах, там есть retail и wholesale. Retail – это розничная продажа, а wholesale – это оптовая продажа. И, скорее всего, вы увидели именно это слово. Ну, может быть, может быть, я не буду спорить. Оптовая продажа? Может быть, да. Ну, Дима, не настраивайся. Просто цены там были такие хорошие, я думал, как там купить? Хорошо, я буду есть омлетик. А мы пока продолжим, у нас там есть еще какие-то русские слова, хрущоба, что еще? Да, смотрите, вот эти слова «стяжения» имеют под собой значение термина слова «чемоданы». То есть, это слово «чемодан» или слово «бумажник». Они еще так называются. Именно те слова, которые образовали из двух слов одно, они называют слова «бумажники». Хрущоба. Как думаете, от чего произошло? Трущоба и хрущевка. Да, правильно. И как вы опишите хрущобу? Район за космосом, туда в сторону колени. Это хрущоба. Я там жил. Я знаю. Вот эти вот деревянные бараки, вот это самые настоящие хрущобы. Кстати, я тоже жила в таких хрущобах. Ну, а кто в них не жил? Да, в Севеле все там были. Да. Когда я была маленькая, когда я проживала не в Красноярске, а в Туре. Очень-очень далеко на севере. Так, отлично. Еще одно слово. Хорошо, поехали дальше. Рунглиш, как думаете, что это? Рунглиш русский и инглиш. Это такой язык, который образуется, когда человек, который не очень хорошо говорит по-русски и по-английски, пытается с иностранцем разговаривать. Пытается говорить на двух языках сразу. Такой этакий полиглот. Да, да, и получается третий язык. Провести вам пример. Да. Смотрите, я помню, это было 12 лет назад, когда я только-только приехала в Нью-Йорк и спрашивала, как дойти до определенного места. Я думала, это бабушка, американка, и она мне следующее значит. Говорят, спросите, а как пройти на станцию? Она говорит, hello, you have to go this way, then you have to turn left. Понимаете, да? Ну, она правильно говорила. Да, 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 с русским акцентом. Некоторые делают ошибки грамматические, некоторые чисто русский акцент добавляют. Поэтому вот описание рунглиша, вот, собственно, в этих примерах можно найти. Следующее. Motel, на самом деле. Motel. Как думаете, от чего он произошел? Motel? Motorway, то есть это отель, который расположен рядом с дорогой. Это motel. Именно так. Highway, Motorway – это главная автомагистраль. М53, например, у нас в России. И там стоят motel. Здорово. Ну, Highway… Давайте, последний вопрос. Что это за коробка? Эту коробку теперь я буду приносить с собой. И на этой коробке мы будем с вами… В этой коробке призы будут для вас. Я готовлю призы. Ну, за wholesale ты особенный приз должен быть, мне кажется. Хорошо. Today you had knives. О, это вещь нужная. Очень. Для чего? Канцелярский ножик. Он пригодится в хозяйстве, особенно на работе. С ума сошел? Посмотрите пока сюжет. Не будем смотреть сюжет. Нет, нет. Давайте еще что-нибудь с Севиле обсудим. Давай посмотрим рекламу. Ну, хорошо. На рекламу я согласен. Севиле, расскажите, а как давно вы вообще изучаете английский язык? Английский я могу разбить изучение английского языка на некоторые периоды. Сначала в школе. Не полностью, конечно же. Далее в университете. Потом в Англии. В Америке тотальная практика 2005 год. Потом обратно возвращаюсь сюда, живу, преподаю английский. Потом уезжаю в Англию два года и продолжаю учить английский. И сейчас у меня стоит такая цель, так как занятость очень большая. Я хочу учить английский, продолжать учить. Не просто в преподавании, там статьи какие-то читать, а два-три часа в день снова уделять. Как в университете. Не просто полчаса часа, а два-три часа в день. Здорово. Мне бы хотя бы полчаса в день. Хотя бы полчаса? Да.